Латинская буква «Л» запрещена в России с марта 2023 года. Это следует из решения Верховного Суда о запрете деятельности Легиона Свобода России, опубликованного сегодня первым отделом. Под запрет попали также бело-синий-белый флаг и герб подразделения, выделенный белым сжатый кулак на чёрном щите и слова «Свобода России», исполненные в белом-синем цветах. Вся вышеперечисленная символика используется для самоидентификации Легиона Свобода России, считают в Верховном суде. Адвокат Евгений Смирнов комментирует сложившуюся правовую ситуацию. Легион Свобода России для силовиков – это как визитка Ярыша. Интернет-мем, родившийся после сообщения силовиков об обнаружении этой визитки в сгоревшей машине в Славянске 10 лет назад. В каждом деле ФСБ старается найти след Легиона или сама обеспечивает этот след. Мы фиксируем десятки дел, возбуждённых за связи с Легионом после провокации ФСБ. Очевидно, что команда искать жёстко и наказывать за сотрудничество с Легионом дана с самого верха, поэтому нужно быть осторожным в общении с представителями так называемого Легиона и стараться верифицировать собеседника различными способами. Калининском районном суде Петербурга начался суд по делу публициста Александра Скобова. Прессу и слушателей в зал не допустили. Судебное заседание закрыли по просьбе следователя. «Вы можете удалить меня из зала прямо сейчас. Я не вижу смысла присутствия на этом балагане. Единственный смысл моего присутствия в том, чтобы плюнуть в физиономию этого суда. Это я уже сделал», – сказал Скобов, когда его завели в помещение. После этого публицист выкрикнул несколько лозунгов в поддержку Украины, пожелал смерти Путину и замолчал, отказавшись в дальнейшем отвечать на вопросы судьи. Александру Скобову 66 лет. Ему вменяют статью об оправдании терроризма, то ли за активную критику боевых действий в Украине, то ли за пост о подрыве Крымского моста. Алексею Навальному присудили Дрезденскую премию мира. Церемония награждения пройдет 12 мая в Дрезденском государственном драматическом театре. Награду Алексея получит его жена Юлия Навальная. Дрезденская премия мира призуждается за особое достижение против конфликтов, насилия и эскалаций, и за выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. До сегодняшнего дня ее лауреатами были двое россиян. Бывший президент СССР Михаил Горбачев и советский офицер Станислав Петров, который в 1983 году предотвратил потенциальный ядерный конфликт между СССР и США. Алексей Навальный стал третьим россиянином, удостоенный этой награды. Увы, посмертно. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Или сканируйте QR-код на экране. К семи годам колонии приговорили активиста Алексея Маляревского за 150 долларов отправленное ФБК и расклеивание листовок в поддержку Навального. На оглашение приговора не пришли ни адвокат Маляревского, ни даже его родственники. В зале суда были только неравнодушные активисты и несколько журналистов. Близкие Маляревского рассказали, что в СИЗО, где он сейчас содержится, много клопов и грызунов, которые сгрызли его одежду. Сам Алексей говорит, что ему ничего не нужно. Неизвестные подорвали электроподстанцию под Петербургом. Часть города осталась без света. В ночь на 3 апреля в восточной части Санкт-Петербурга обесточило несколько домов. Петербуржцы стали писать в социальных сетях, что в районе 3 часов ночи слышали непонятный хлопок, после которого в квартирах пропал свет. Силовики, которые выехали на место предполагаемого взрыва, обнаружили на электроподстанции два повреждённых трансформатора с рваными отверстиями диаметром 10 и 20 сантиметров. Один из трансформаторов восстановлению не подлежит. В Москве задержали экс-главу ОВД коммунарский полковника Андрея Тургенева по подозрению в организации незаконной миграции. Тургенев был задержан накануне вечером вместе со старшим инспектором отдела по вопросам миграции капитаном полиции по фамилии Маган, пишет связанная с силовиками база. По версии следствия, Тургенев и Маган и ещё несколько их коллег систематически получали деньги за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Полицейские помогли зарегистрироваться в России более тысячи мигрантам. Против задержанных силовиков возбудили дела по статьям о превышении должностных полномочий и об организации незаконной миграции. Не нашли её жалобу? Апелляцию на арест журналистки РусНьюс Ольги Комлевой перенесли на 12.00 5 апреля. Адвокат Михаил Лаврентьев сообщил, что апелляционное заседание отложили потому, что Верховный суд Башкортостана не смог найти жалобу Комлевой, которую она отправляла на прошлой неделе. Субтитры создавал DimaTorzok